Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы разбираем события, которые произошли на финансовых рынках и то, как они повлияли на ключевые инструменты финансовых рынков. При этом акцент делается не только на рынок Форекс. Волатильность на площадках остается выше среднего уровня, это явно указывает на то, что на рынке есть катализаторы, они даже не связаны с какой-то локальной статистикой, ее в принципе даже на этой неделе не так уж и много. Эта волатильность связана с тем, что сейчас происходит в плане изменений торговых отношений в глобальных масштабах и, конечно же, акцент, прежде всего, делается на торговое противостояние, которое продолжается между Соединенными Штатами Америки с Европейским Союзом и Китаем. На прошлой неделе у нас в очередной раз отличился Трамп несколькими твитами, которые тут же растащили спекулянты, отложили, собственно, в качестве реакции на эти сообщения, дисконтировали об стоимости финансовых инструментов твиты Трампа, начиная, собственно, от обвинений Европейский Союз и Китая в манипулировании процентными ставками и валютными курсами и заканчивая его критикой в адрес национальной федерализированной системы, то есть американского центрального банка, а с критикой относительно той политики, которая проводится сейчас, по мнению президента США Дональда Трампа, ужесточение политики высокие процентные ставки и, соответственно, следующее из-за этим сильный доллар наносит только в бред экономике и явно снижает эффективность тех реформ, которые лично им были инициированы и, в конце концов, реализованы от налоговых опослаблений до бюджетного стимулирования через вот эти колоссальные бюджетные отраты и расходы. Мы стараемся все-таки следить, конечно же, за любыми подобными изменениями новостного фона, но рынок до сих пор не может понять, все-таки, какие выводы можно сделать по факту вот этих комментариев, что в итоге будет определяющим для дальнейшей динамики доллара. Вроде бы как негатив в адрес Федрезерва и потенциальный, скажем, стопор, в котором может оказаться американский регулятор, может отложить решение по процентным ставкам и, соответственно, это причина для слабости доллара. Ну, с другой стороны, у нас есть и альтернативный сценарий действий уже со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина, который еще раз в ходе вчерашней торговой сессии, уже постфактум, скажем, прошедшей встречи G20 подтвердил, что Федрезерва действительно остается независимым финансовым институтом, поэтому тот план, который был обозначен ранее, план, предполагающий два повышения процентной ставки, этот план, который будет выдержан дальше. То есть эти намерения, в конце концов, по ужесточению политики будут подтверждены реальными действиями, и Трамп хочет, не хочет, но на решительность Федрезерва не повлияет. Ну, хочется верить, конечно же, что именно так и будет, потому что у нас долгосрочный взгляд в отношении доллара все же предполагает рост этой валюты, и мы сделали ставку на укрепление курса доллара против рисковых инструментов, как раз в расчете на то, что ФРС будет верен озвученные ранее позиции и поднимет процентные ставки, как и было обещано фактически председателем Федрезерва Джеромом Паул дважды в этом году, в сентябре и в декабре. Давайте вернемся все-таки к нашему привычному сценарию. Начнем мы с рынка нефти. Прежде чем перейти к нефтянке, стоит еще отметить содержание экономического календаря, и с чем мы, собственно, сегодня работаем, это два отчета, на которые можно обратить внимание, в 16.45 нас ждет индекс активности в производственном секторе РАС, и в это же время выйдет индекс активности в сфере услуг. Больше, конечно же, более интересна статистика по активности в сфере услуг, потому что все же американская экономика – это развитый рынок, который базируется, темпы экономического роста которого основаны на активности потребителей именно в сфере услуг. Если данные сегодня не разочаруют, конечно же, это будет неплохо. Я думаю, что сейчас статистика, если это, конечно же, не данные по Non-Farm Perils, если это не решение по процентной ставке и не данные по индексу потребительских цен, не оказывает какого-либо значимого влияния на курс доллара, потому что поведение американца сейчас полностью адаптируется опять же к тому, что говорит Трамп касательно всем известного острого вопроса о торговом противостоянии, вот этом протекционизме, который в конце концов стал причиной, из-за которой мы стали говорить о риске полноценной торговой войны, способной вот с некоторых пор даже перерасти в валютные войны. Поговорим мы об этом, безусловно. Ну, что касается нефти, ситуация не изменилась за торговую сессию понедельника. Рынок немного отходит от бешеной волатильности недели минувшей. Мы видим то, что котировки консолидируются в районе 73 долларов за баррель, там плюс-минус, особо роли не играют, потому что интенсивной динамики нет. Рынок перезагружается, рынок копит силы для того, чтобы основа развить выраженную тенденцию и динамику, которую, как вы наверняка помните, мы с вами обозначили как возможность реализации медвежьего сценария, то есть динамика, которая, в конце концов, будет способствовать ослаблению нефтянки, бренда и WT. Новостной фонд не изменился. До этого мы говорили о планах Саудовской Аравии снизить поставки и экспорт нефти в августе, но, судя по всему, этот новостной фонд и эти комментарии уже их эффект сошел на нет. Это, видимо, потому что участники рынка все же вспомнили про договоренности прошедшего заседания ОПЕК плюс, в соответствии с которыми было принято решение увеличить показатель нефтедобычи в совокупности на 1 миллион баррелей. И эта задача в том числе и для Саудовской Аравии будет оставаться основной и приоритетной. Соответственно, мы ждем с вами вот этого перекоса в балансе спроса и предложения, потому что нету регионов, из-за которых мы бы сейчас переживали с точки зрения потенциального дефицита на глобальном рынке. Есть только лишь свидетельство и подтверждение того, что производство нефти продолжает увеличиваться. И, конечно же, вот этот перекос в сторону большего предложения возвращает рынок опасения. В связи с перепроизводством, накоплением чрезмерных запасов, все это в целом усиливается еще и ожиданиями снижения глобального экономического роста. Как вы помните, это уже, скажем, возможность, собственно, и вероятность спада обозначается всеми ведомствами. Последняя оценка, которую мы с вами анализировали, в частности, на вебинаре вчера активно разбирали позицию и прогнозы Международного валютного фонда, действительно ожидается снижение темпов экономического роста отдельных ключевых регионов Европейского Союза, Китая. Ну и, в конце концов, как общий такой капитализирующий эффект, это отразится на росте мировой экономики в целом. То есть я продолжаю, друзья, настаивать на том, что нельзя игнорировать риск меньшего спроса на сырьевые инструменты. И если в ближайшее время, в ближайшие месяцы страны ОПЕК+, все же не откажутся от своих намерений поднять совокупное производство вот на вот этот обещанный показатель в 1 миллион баррелей, нужно все же признать вот этот риск, который остается для всего сектора нефтянки, риск, в связи с которым котировки могут идти ниже 70 долларов за баррель. Российская валюта, в принципе, идет следом. У нас заморожены такие уровни, что по бренду 73, плюс-минус там пару процентов, так и в отношении рубля 63 мы видим плюс-минус несколько десятков копеек уже на протяжении нескольких недель. Но я думаю, что все более очевидным становится негатив, который нависает над российским валютным инструментом, негатив, который в конце концов проведет к движению пары доллар-рубль в районе 65. Евро против американца снова снижается, снова мы говорим с вами про актуальную цель в 1.15. Причин для того, чтобы европейская валюта теряла довольно-таки много, предлагаю вспомнить и критику Трампа в адрес Европейского центрального банка. Ну, в целом, в адрес Европейского союза, конечно же, Трамп не уходил в такие мелочи, как ЕЦБ и так далее. А критика была направлена в целом на Европейский союз, который, как регион, проводит мягкую экономическую политику и создает конкурентные преимущества через программу Q, количественного смягчения, и низкие процентные ставки. Вчера мы говорили о том, насколько сильно в связи с этим сейчас выглядит контраст режимов, который осуществляется Федрезервом и, собственно, Европейским центральным банком. Может быть, как раз и параллельная критика в адрес Федрезерва была связана и с тем, что самого Трампа немного подбешивает то, что сейчас происходит с монетарной политикой, именно национальной, потому что повышение процентных ставок приводит к укреплению курса доллара, а Трамп вот с некоторых пор радеет за конкурентоспособность национальных производителей. Собственно, сама политика вот этого тотального протекционизма и объявленной, ну, в кавычках возьмем, торговой войны своим некогда надежным партнером, она прежде всего направлена на то, чтобы поддержать национальных производителей. И тут, как бы, получается, Федрезерв — это паршивая овца, которая сводит на нет все вот эти усилия. Мне кажется, это довольно такая глубокая тема. Я думаю, что нам не стоит уходить совсем уж глубоко в нее. Будем работать с тем новостным фоном, который в моменте сказывается на динамике финансовых инструментов. И, возвращаясь к евро, я хочу все же обратить ваше внимание, друзья, на то, что вот эти обвинения в адрес Европейского Союза, их можно расценивать только одним образом, как еще один виток вот этой агрессии США, которая выбрасывается, опять же, во всю мировую экономику. Агрессии, направленные на то, что прежде всего теперь нужно считаться с интересами Соединенных Штатов Америки. Конечно же, для Европейского Союза это риск, ну, как минимум, возвращения к политике новых вот этих режимов, скажем так, санкционных, когда вводятся обоюдные импортные пошлины. В конце концов, все это уже по прогнозам, как я уже отметил, Международного валютного фонда, в конце концов, приведет только к одному — снижению торгового оборота, товарооборота, падению показателей, опять же, экспорта и импорта, и, в конце концов, замедлитая темпы экономического роста и восстановления. До конца этого года ожидается, что ВВП Еврозоны, сравнивая, опять же, с тем прогнозом, который был в начале 2018 года, должен сократиться примерно на 0,3%. Я думаю, что это справедливые ожидания в плане спада, и они, в конце концов, будут реализованы. Чтобы далеко не отходить от темы отношений США и Европейского Союза, хочу отметить, что, собственно, на этой неделе пройдут переговоры. В частности, глава Еврокомиссии Юнкер в эту среду посетит официальных переговорщиков из Вашингтона и обсудит торговые барьеры. Не знаю, к чему это приведет. С одной стороны, можно настраиваться на позитив, но с другой стороны, что-то этим позитивом, судя по последним заявлениям Трампа, не очень-то и пахнет. Поэтому я бы предлагал, предложил бы сейчас замкнуться все же на рисках, которые имеют место быть. Ну и, безусловно, друзья, не стоит забывать про важнейшее событие грядущее. Это заседание Европейского Центрального банка. Оно состоится уже в этот четверг. Соответственно, будут пересматриваться процентные ставки. Они останутся без изменений. Нас больше интересует риторика. А Драги, а риторика, как вы понимаете, с учетом возросших торговых рисков, может быть только мягкой. Я вообще не могу себе представить, чтобы на фоне того, что сейчас происходит, на фоне того, как меняются исторические отношения Европейского Союза и США, Драги позволил себе сделать заявление о том, что ситуация в экономике по-прежнему стабильная ситуация в экономике улучшается, экономика устанавливается, поэтому планы выхода из программы количественного смягчения не меняются. Я бы даже сказал, что, возможно, в идеале, на что мы можем рассчитывать, это на ослабление курса евро. Я не думаю, что европейская валюта вообще вырастет. Альтернативный сценарий того, что произойдет с главным валютным риском, это, собственно, отсутствие какой-то мощной реакции, хотя эта позиция действительно оправдана, поскольку текущее заседание, получается, последнее перед месячным перерывом, и обычно в этот период каких-то важных решений не принимают. В лучшем случае, если они будут обозначены рынку, это уже сентябрьское заседание, которое состоится, по-моему, 13 сентября. Но давайте поработаем с вот этими двумя сценариями. Все-таки больше я склоняюсь в пользу того, что курс европейской валюты может просесть, потому что я делаю ставку на сохранение мягкой экономической политики. Доллар японская иена 111.33. В моменте мы видели, как в ходе вчерашней торговой сессии доллар восстанавливался. Опять же, это было связано с комментариями Мнучина, главного казначея США, о том, что, конечно же, до валютной войны дело не дойдет. Однако доллар так же быстро и потерял все, что ему удалось набрать в рамках, собственно, торговой сессии. Сейчас мы больше склоняемся к тому, что пара продолжит снижаться в районе 111 и может действительно протестировать поддержку 110. Почему я делаю акцент на это? Потому что я повторяю, друзья, насколько сейчас может быть быстрым уход трейдеров в защитные активы, если, опять же, переговоры между Европейским Союзом и США пройдут неудачно. Или, может быть, Трамп сделает очередное заявление типа того, как он сделал в ходе интервью с НБС на прошлой неделе о том, что он готов обложить импортными пошлинами весь китайский экспорт. То есть негатива сейчас гораздо больше. Еще одной темой, почему доллар и японскую иену можно продать в связи с ожиданиями заседания Банка Японии, в ходе которого, по данным Reuters, то есть уже с 30 на 31 июля Банк Японии может изменить проводимую денежную кредитную политику в сторону ее, собственно, ужесточения. На текущий момент, как вы знаете, Банк Японии проводит мягкую экономическую политику, каткосрочные ставки держатся на отрицательной территории, таргетируются показатели по десятилетиям, облигациям и программы количественного смельчения на 80 триллионов иен в год. Возможно, Банк Японии сейчас примет решение о коррективах в денежно-кредитной политике, я правда не знаю, на чем основывались заявления Reuters. На мой взгляд, ничего не случилось за последний месяц-два, чтобы Банк Японии мог пересматривать проводимую политику, потому что все же основная цель – это достижение инфляции, цель 2%, она еще не достигнута, а для Банка Японии показатели инфляции, так же, как и для Европейского центрального банка, так же, как и для Федрезерва остаются основными. Ну, может быть, Reuters все же что-то нашли на рынках, что позволило им говорить о возможности подобных изменений. Это еще один аргумент, почему доллар и японская иена может снижаться, но все же больше проритет я предлагаю ставить за торговыми рисками, за фактом обострения отношений с Европейским Союзом, которые неизбежно должны привести к большему спросу на защитные инструменты. Поэтому в начале недели, друзья, я вам отметил и обозначил в качестве целей по доллару и японской иене все же тестирование поддержки 110. Фунт против американца. Могу выделить последнее заявление Министерства иностранных дел Англии о том, что, судя по всему, речь может и дело может дойти до реализации негативного сценария по Брэкзиту, когда Англия покинет Европейский Союз без торгового соглашения. Это ссылка, собственно, на Министерство, вроде источник уже проверен, никаких опровержений не было. Я лишь могу предположить, что, видимо, не все, опять же, Европейский Союз устроил из последних предложений, которые были сделаны Хаммондом, получается, еще две недели назад по финансовым, банковским вопросам. Вот помните, когда мы настраивались на исключительный позитив, потому что ранее Терезу Мэй критиковали за то, что она проводит более мягкую или, как было отмечено, уступческую позицию перед Европейским Союзом, мы помним, что ряд чиновников вследствие этим подали в отставку, потому что Тереза Мэй стала прогибаться, собственно, под Европейским Союзом. В итоге эта отставка была принята, позиция Терезы Мэй не изменилась и мы предположили, что, скорее всего, те предложения, которые были сделаны, они уже развернуты в сторону больше Европейского Союза и должны устроить, собственно, переговорщиков из ЕС. Но вот, судя по вчерашним комментариям МИДа Англии, видимо, этот позитив был не совсем основательным. Я не стал бы сейчас голословно говорить об этом, потому что все может измениться, вы знаете, как часто этот новостной фонд оказывается противоречивым, но в отношении британцев мы видим то, что фонд не очень-то охотно сейчас восстанавливается, судя по всему, потенциал снижение, как и был высоким, так и таковым и останется. Я британцам не спекулирую, как было отмечено. Друзья, если кто-то из вас уже находится в длинных позициях, скажем, мысленно я с вами поддерживаю, потому что все же склонен предполагать, что тема аусовского повышения процентной ставки, она должна быть заложена в курсе британца. Но очень много политических рисков, негатива, который уже сложился по Англии и время от времени этот негатив дает о себе знать. Доллар канадец сейчас 1.3182, судя по всему, мы в ближайшее время протестируем сопротивление 1.322. Опять же, как бы нам не хотелось отыграть статистику, синюю статистику по Канаде, повышающую вероятность того, что канадский регулятор все же вернется к решению о росте процентных ставок. Но сейчас мы видим, что больше на канадца влияет то, что происходит с долларом, а по американской валюте настроение еще не ясное. Пока что сохраняется потенциал снижения, собственно, цен на черное золото. Мы с вами придерживаемся прогноза того, что долгосрочная пара доллар-канадец все же может восстановиться. Но я также не отменяю и краткосрочную цель на отметке 1.3050. Мне кажется, друзья, что не просто так рынок вот уже сколько дней подряд обхаживает, более-менее близко этот ориентир. И, возможно, я допускаю, что в порядке теста мы эту планку сделаем. К примеру, стоит только, опять же, прежде чем бренд двинется на поддержку 70 долларов за баррель, отыграть настоящий отчет по запасам, то есть немного подрасти это приведет к, собственно, укреплению канадского доллара. И усилить эту динамику может еще, опять же, неудачные итоги приговоров между США и Европейским Союзом, которые запланированы на среду. Но это все как косрочный эффект. Вы должны понимать и четко разграничивать. Есть ожидания по краткосрочной сделке, есть все же долгосрочные ориентиры, которые я, собственно, отметил. Европейский фондовый рынок в связи с предстоящими переговорами, о которых уже очень много было сказано, снижается. Это тоже в соответствии с ожиданиями. По немецкому индексу я не вижу хороших перспектив, собственно, так же, как и по американской фонде. Да, американский фондовый рынок пока поддержал финансовый сектор из-за роста доходности трежерис. Но очень быстро картина может ухудшиться, измениться, если же все-таки Трамп решит надавить на финрезерв и даст понять, что дорогая валюта американской экономике не нужна. Этот новостной фонд еще присутствует на рынке, поэтому в целом в отношении фондовых активов я сохраняю медвежье настроение и не отказываюсь от прежних торговых сделок, которые предполагали их снижение. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сети. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Как и всегда, в прямом эфире через Перископ. Если есть вопросы, вы можете задавать их на нашем канале на YouTube. Подробно, детально все разберем. Попробую дать вам ответ. Если, скажем, вопрос будет касаться инструментов, не попадающих, опять же, в разбор на наших брифингах. Но, опять же, я снова призываю вас, если есть необходимость анализа каких-то дополнительных инструментов, дайте мне об этом знать. Будем по возможности, по мере наличия интересного фундамента, включать их в наши ежедневные брифинги. На этом все. Всего доброго. До свидания.